Привет, друзья! Это новый выпуск шоу-бук-лайф. Меня зовут Екатерина Бахтова, и мы начинаем. Мы находимся в московском доме книги на Новом Арбате. Это крупнейший книжный магазин в России. Каждый любитель почитать обязательно должен сюда заглянуть. Лично я – постоянный посетитель МДК и литературного кафе, которое находится в этом же здании. Гость нашего сегодняшнего выпуска будет особенным, да и сам материал будет необычным. Так что запасайтесь печеньем и чаем. Приятного вам просмотра! Война глазами женщины. Именно так называется литературный вечер, на котором мы присутствуем. Анна Ещенко – слушательница Первой Академии Медиа. Лауреат штецких конкурсов, актриса театра и кино, читает художественные произведения о самой большой трагедии прошлого столетия. Сегодня здесь прозвучали произведения Светланы Алексеевич, Юлии Друниной и многих других авторов, которые писали о войне. Аня, привет! Расскажи, пожалуйста, как ты попала на сцену московского дома книги. Катя, привет! Не секрет, что Первая Академия Медиа сотрудничает с Московским Думом книги. Меня пригласили выступить в честь Дня Победы на сцене такого знаменитого магазина. Сегодняшнее мероприятие называется «Война глазами женщины». Да и какая же она глазами представительниц прекрасного женского пола? Очень простая, очень честная, невыдуманная, без каких-либо вычурных подвигов. Она такая, какая есть. Война никак не изменила людей, их уклад. Она поменяла какие-то ценности в жизни каждого человека. Но всем хотелось продолжать любить, наслаждаться моментом. И именно такую войну, когда люди хотели просто жить, я хотела показать. А скажи, пожалуйста, что война значит для тебя? И как ты вообще относишься к празднику Дню Победы? Какие чувства и эмоции ты испытываешь в этот день? Я испытываю невероятную гордость, невероятное горе. Такой шаблон, когда говорят, что это праздник со слезами на глазах. Но так оно и есть. Потому что если бы не было их, не было бы нас. Знаешь, наверное, потому что эти люди, которые писали произведения, мне настолько близки в изложении своих мыслей, я выбрала именно эту программу. Потому что, наверное, вот эту всю боль, которую люди испытывали, и которую испытываем мы, ее классно передали именно мастера художественного слова. И мне этим очень хотелось поделиться. Потому что говорить какими-то стандартными фразами мне очень не хотелось бы, но других я тоже не нахожу. Катя, я тебя поздравляю с сегодняшним пятым юбилейным выпуском твоего шоу Book Life. И желаю, чтобы твоя аудитория росла, твоим зрителям. Желаю, чтобы вместе с тобой они больше читали, потому что книги делают нас добрее. А на этом наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Екатерина Бахтова и Александр Румянцев. Не прощаюсь. Скоро увидимся.